всем привет наши подписчики а за два студенты которые занимаются у нас возможно уже будут знать нашего очень классного уже экс-преподавателя тиджи арслан бихожа он сегодня будет выступать немножко другом амплуа арслан сегодня личность которая для меня лично очень интересная вдохновляющая сегодня будет делиться своим опытом того как он во первых как он вообще в принципе поступил один из топовых российских университетов да но это как бы не самые так скажем не самое интересное а то как он будет работать уже он уже получил offer на работу в штатах в очень интересной организации до которой он расскажет более подробно и арслан тот человек который с первого курса зарабатывает работает он он очень нереально трудолюбив и ищет все возможности для того чтобы стать очень крутым специалистом профессионалом международного класса поэтому слушайте до конца смотрите обязательно подписывайтесь я на данный момент успел поработать в штатах успел поработать и здесь вот просто естественно изначальным драйвом для меня было поставить хоть свой бизнес что понимаю что я пробовал работать на других людей и даже вот в тиджи это было не так что ты работаешь на кого-то потому что у тебя есть такая ну то есть чем больше ты работаешь тем больше ты получаешь ты можешь что-то менять в своей программе и так далее ну то есть мы были не особо сильно фиксированы правильно мы имели право подать куда идею или что-то поменять но естественно проговорить это заранее вот и я понял что вот такой как раз таки такая форма работы мне нравится больше всего вот по поводу айлдса да я просто я просто занимался на самом деле у меня никогда в жизни не был репетитор они по айлдс не по тойфу но тойфу я набрал 116 120 на айлте набрал 8 второй раз пересдавал было 8 с половиной хочу сдать на 9 но я прям держу кулачки что это получится на самом деле мне сейчас наверное уже не нужно потому что вот я планирую как раз таки подавать в иностранные университеты возможно в америку может быть в европу точно еще не знаю но более чем уверен что ielts мне уже не пригодится скорее всего вот готовился просто по книгам у меня была очень хорошая платформа в education usa у нас есть организация такая non-profit ты знаешь о ней да это очень круто организация у меня была очень крутая координатор и олеся она к сожалению сейчас уже ну или к счастью улетела в австралию и получила там пмж вот но она нас очень хорошо готовила к поступлению в американские вузы и мы понимали что это достаточно серьезно но вот тогда благодаря мы были как раз таки первый выпуск comparative college club такой клуб который готовит студентов старшеклассников поступление в американские вузы вот и что мне тогда нравилось это то что вот во всей этой атмосфере когда ты видишь всех студентов которые хотят поступить в гарвард хотят поступать в маити ты ставишь себя на более высокую планку ты думаешь но раз другие могут почему я не могу но ты все-таки поступил в местный университет политех тебе там не понравилось если поэтому решила учиться в россии или или научишь какие впечатления как как ты вот себя ощущал когда у тебя были такие высокие цели да там стэнфорд гарвард но у тебя получилось поступить в местный университет так скажем среднего уровня ну на самом деле да на самом деле это вот кстати вопрос на которые до сих пор себя я понимаю почему я так сделал но до сих пор у меня вот в голове такая мысль что все таки может быть стоило выбирать другую сторону да вот я поступал в 4 американских вуза это был бизнес и финанс университет в ващингтон это был стэнфорд это был еще какой-то универа еще какой-то не помню один из них был кстати американс университет в Болгария во благоевграде во все университеты меня приняли везде мне дали хорошую стипендию в стэнфорде мне дали я помню в стэнфорде мне дали full tuition но мне не оплачивали ничего кроме но я помню что достаточно хорошую часть там типа расходов мне надо было брать на себя вот по крайней мере в стэнфорде во всех остальных универах они оплачивали практически все ты поступал в стэнфорде и ты получил оффер да вообще для меня это что-то out of каких-то вещей потому что многие ребята которые в тиджи к нам приходят они приходят с какой-то очень такой большой целью но блин не у всех получается достигнуть ну что помешало все таки это большие расходы во-первых большие расходы во вторых я был но я был достаточно такой вот ты меня помнишь на первом курсе у меня у меня всегда когда возникает какая-то мысль я просто иду и делаю но вот в тот раз почему-то мне показалось что может быть америка пока не то ну то есть не знаю мне казалось что вот просто уезжайте чтобы учиться это было для меня большим вопросом и вот ну как раз там были семейные некоторые обстоятельства и понятное дело что если тебе дают какую-то scholarship он тебе покрывает там пусть даже все четыре года но в америке может возникнуть ситуация когда потребуется какие-то extra да и моя семья к сожалению в тот момент была не готова к таким расходам и вот и как раз я подумал что почему бы не к примеру поучиться где-нибудь здесь или пойти поехать благоевград но это очень странно на самом деле что стэнфорд предложил мне почти полное покрытие всех расход буквально осталось на пять процентов чтобы не надо было самому покрыть а университет благоевграде покрыл мне это 20 процентов я такое ну чуваки я конечно понимаю но да но я отклонил их тоже вот и в тот момент как раз защищал проект по международный проект по математике это было в рамках моей школы и дальше республика и международный проект в москве и вот занял по моему место не помню какое может и не занял вот но мне дали по крайней мере сертификат ентс 125 баллов тогда это был максимум сейчас не знаю да вот и мне дали 125 баллов я был очень такой счастливый еще и боялся что меня не примут в политех вот боялся на самом деле да но в итоге почему-то был политех потому что мне показалось что вот инженерные инженерная техническая специальность это вот что то что нужно мужчине вот но сейчас я уже думаю пойти обратно на там на мастер дегри в стэнфорд или там в любой университет америки по крайней мере но уже скорее всего на финансы и может быть на мбей если поработаю пару лет но вообще изначально я учусь сейчас в казниту я вернулся сейчас казниту обратно на 4 курс потому что у меня скоро дипломный проект и так далее вот но я проучился семестр по моему в томском политехническом университете это вот один из трех топовых универов россии но вообще изначально сложно было учиться или нет это такой вопрос вот здесь в казахстане возникает очень много левых мыслей там сделать свой бизнес открыть там заниматься начать предпринимательством или начать стажироваться где-то в томске таких мыслей вообще не возникало зачастую просто из-за того что сам томск это просто один это просто город академический в котором живут либо студенты либо их родители либо преподаватели все остальные просто бегут оттуда вот но там собирается очень крутая тусовка студентов и студенты все они такие достаточно амбициозные все хотят учиться все хотят даже университет хэриот вод знаешь скорее всего не вот студенты из калининграда очень хорошо улетают дальше в эдинбург учиться в хэриот воде вот ну и как так произошло что там просто все студенты и ты чувствуешь что вот если сейчас я начну учиться то я пролетаю вот в принципе учиться было несложно но надо понимать что россия это такая мать-старушка в в области академической и в основном все преподаватели были такие достаточно пожилого возраста ну и шаг влево шаг право стрел вот и краски да были пару пару предметных проблем проблемных предметов с которыми приходилось прямо очень над которым приходилось прям очень и очень упорно работать компания в которую я улетел это была образовательная компания southwestern advantage занимается она просто созданием образовательных систем с ну и автором образовательных систем являются как раз таки вот все преподаватели профессора из разных университетов самое крутое это то что американская система образования она такая что она требует на самом деле очень больших расходов и поэтому в америке когда вопрос стоит о том пойдешь что в универе или нет это не как у нас я пойду в университет сто процентов потому что мне нужен диплом в америке ты можешь не идти в университет и как бы сами родители не заставляют детей это это то что меня очень сильно на самом деле мне очень сильно не нравилось вот но за счет этого как раз таки могут существовать такие компании которые предлагают родителям систему которая может сделать так чтобы и дети получали хорошие оценки в университете в школе и какую-то такую комплексную помощь чтобы студент чувствовал что у него есть помощь вот и что он чтобы чувствовал что есть профессионалы которые могут его довести дальше до универа это на самом деле компания которая находится в нэшвилле в теннесси у них есть один большой офис но сама компания чем занимается ну то есть это порядка там двух тысяч международных студентов которые занимаются прямыми продажами которые занимаются менеджментом и стоят на лидерских позициях вот компания сама занимается тем что она выпускает образовательные системы то есть это книги это онлайн-система по всем предметам буквально и по подготовке в университеты вот то есть ты не идешь ты не идешь ни в какие центры в агентство у тебя нет преподавателя вот с которым ты работаешь тет-а-тет но у тебя есть определенная система которая обязательно тебе поможет достичь лучших результатов это в принципе похоже на то что мы сейчас собираемся строить в рамках джи это как онлайн-система или онлайн ресурсы которые могут помочь человеку как селс-стадий или дотянуть и так скажем какие-то пробелы в знаниях да да интересно и компания сама работает уже сто шестьдесят три года насколько я знаю да то есть это прям огромная компания с огромным таким с огромной историей богатая история и обязательно ну начнем с того что вот америка это была одной из моих таких мечт прям dream dream которыми я стремился очень долго и вот по-моему лет ну лет пять точно на данный момент как это произошло в тот момент я несколько раз пытался поехать по программе work and travel но кто я понял что это работать в сервисе это по крайней мере не для меня потому что ну мотив посуда тебе не поможет построить бизнес хороший правильно вот что мне помогло так это то что я я был просто готов уже в прошлом году просто идти на все но чтобы у меня была позиция не в рамках work and travel компания предполагает что ты проработал как бы первый год твоя стажировка на данный момент являюсь корпоративным рекрутером то есть предполагается что первое лето ты работаешь как бы просто в продажах прямых дальше ты уже ходишь чуть дальше тебя промоутит вот сейчас я менеджер просто для меня лично это просто такой колоссальный твой рост когда я тебя видела просто начинающим студентом ты сейчас менеджер американской компании я сейчас знаю да что ты хочешь набрать свою команду и возможно даже предложишь нашим подписчикам либо студентам которые у нас учатся возможность с удовольствием расскажи подробнее про это вот изначально как проходил этот отбор компания на самом деле является самой то есть эта стажировка является самой сложной стажировкой по версии forbes и fortune 500 500 то есть с 2010 года и эта компания опережает по сложности именно стажировки айбиэм эрстон янг procter and gamble и даже мерседес вот но у них такой шестиступенчатый selection process то есть чтобы дойти до конца нужно пройти несколько таких вот этапов отбора с менеджером потом с моим менеджером и чтобы в конце концов пройти там несколько интервью файл интервью когда тебе уже предлагают offer вот как это произошло в прошлом году я просто нашел эту компанию в интернете позвонил к ней в нэшвилл то есть до прошлого года в компании не было ни одного человека который приезжал из казахстана и насколько я знаю из азии вот то есть я и некоторые ребята со мной они были первыми первым потоком в этом году да да и и так как компания работала на рынке в основном сша великобритании канады и некоторые студенты летели все-таки из европы это было чем-то новым для компании тоже я позвонил в нэшвилл сказал что я очень я прям горю желанием работать в америке и у меня есть такой-то такой-то опыт в этом преподавании языка неплохой английский язык и они сказали что нет мы пока не набираем но что произошло потом спустили в итоге мой лид кому-то из менеджеров и мой менеджер прилетел в казахстан у нас с ним было несколько интервью два интервью насколько я помню и еще третий final tv было через неделю уже в астане вот и тогда меня утвердили как раз таки на позицию ну вот навыки на входе безусловно надо иметь какие ну вот чтобы просто быть не голословным у меня до этого было был некоторый опыт в сфере там продаж квартир то есть я продавал квартиры здесь и я имел такой но достаточно скудный но все же опыт продаж домов за границей в европе и это было это был буквально за год до того как я улетел туда и как раз таки вот этот опыт когда ты знаешь что у тебя должен быть куда скрипт продаж когда ты знаешь что у тебя должны быть должен быть такой достаточно хороший навык знаешь коммуникации с людьми когда ты встречаешь человека в первый раз и ты должен буквально за 15-20 минут продать ему буквально там на 3000 долларов какой-то продукции а он вообще не знает ничего были компании до этого вот и на грамм надо иметь очень хорошо если ты имеешь к примеру какие-то левел этом в спорте да у меня у меня было хороший background в фигурном катании до профессионально мужское фигурное катание у меня был хороший background в принципе вот в продажах не хороший но он был у меня был background в наверное в английском языке неплохой достаточно то есть мне мне выучить их sales sales talk было достаточно легко но в этом есть своя плохая такая черта потому что я плохой point потому что я относился очень небрежно до того как я улетел в штаты к этому sales talk так что в когда мы прилетаем штаты у нас первая неделя проходит sales school в нэшвилле то есть там очень большие люди которые на самом деле там вице-президенты и так далее у них свои организации преподаю тебе вот как раз таки advanced sales ну или по крайней мере первые навыки продаж для тех людей которые еще такие зелененькие вот и после этого всего периода должен уже полететь в штат где ты будешь работать и использовать свой sales скрипт на тот момент у меня его просто не было я знал просто первый approach а тебе нужно знать скрипт на 20 минут это было моей краски ошибкой потому что я начал учить скрипт очень усердно уже в sales school а это такой график когда ты стоишь в 6 утра и заканчиваешь в десять вечера валишься с ног возвращаешься в отель отдыхаешь буквально вечером идешь обратно следующий день в sales school ну на самом деле происходит такая ситуация что ты работаешь в компании не как наемный работник а все же как ты просто ты строишь свой бизнес правильно потому что мне кажется все в принципе что связано с продажами ты можешь построить не свою организацию но по крайней мере свой маленький бизнес внутри этой компании сейчас бизнес тех ребят которые занимают работают компании там к примеру 3-4-5 лет он достигает оборотов там в 150 тысяч долларов за лето мой оборот этим летом был 60 по моему 2000 долларов но это это немного но это уже неплохо вот да и есть ребята которые буквально там за одно лето тоже летут на первый год летят на первый год и достигают там оборота в 70 тысяч долларов но насколько я знаю по крайней мере таких вот продаж которые были такие прям solid solid в течение одной недели однажды я заработал что-то порядка 5000 долларов за одну неделю вот и насколько я знаю сейчас в компании в нашей организации стоит рекорд это мой 676 юнитов за неделю вот и да это такое достаточно big deal для меня я очень гордился этим ну по крайней мере средний заработок сейчас в компании за лето это семь с половиной тысяч долларов это намного больше чем ребята зарабатывают в work and travel вот но стоит как раз таки понимаете герим ты знаешь что работа с клиентами это это хороший труд и он в принципе революн да потому что клиент может позвонить к себе ночью и вы можете назначить там аппоинтмент с клиентом у меня было зачастую такое я очень славился в нашей команде что я работал там иногда с девяти утра и там до двух часов ночи потому что мои клиенты но это в основном физические лица и это не с девяти до шести встречи а там восемь вечера или встреча там два часа в обед или встреча может быть мне зачастую было там в два часа ночи ты просто приходишь с ними встречаешься и но очень круто что ты закрываешь и потом на две тысячи долларов на самом деле просто вот очень хорошим инструментом для меня это было когда я вот этим летом буквально встретился с женщина который заработал в этой компании 11 лет вот и она построила достаточно хороший свой бизнес зарабатывать там каждый год под 100 тысяч долларов что она сказала это то что в любом бизнесе ты не должен хотеть это делать должен просто взять и сделать это вот и то есть в принципе наверное это очень хорошо мне помогает ну что и в учебе и в работе я всегда руководствую семена вот как раз таки то идея что когда ты начинаешь тебе появляется интерес ну что я тот самый человек который раз начал ты должен закончить кстати недавно у тебя прочитал что да если я начинаю я должна закончить вот и вот я как-то был тоже так мамой взрослым именно на такой идее вот что на самом деле очень правильно если ты ты два раза думать ну очень много раз думаешь перед тем как начать но если ты начал ты заканчиваешь знаешь что в итоге будет хороший результат что ты хочешь достигнуть в следующем году в своей организации и каких людей ты ищешь возможно наши подписчики тоже подойдут и ну наверняка среди нас есть тоже такие талантливые стремящиеся успеху да и к карьерным ростом ребята уверенно они тоже захотят с тобой работать расскажи подробно вот на самом деле в данный момент являюсь кооперативным рекрутом в нашей компании уже менеджером это очень приятно на на самом деле вот собираю свою команду для того чтобы проделать все то же самое то есть полететь в штаты работать в сфере прямых продаж менеджмента лидер шипс самое крутое это то что я в принципе ищу ребят и в штатах и в европе и даже в казахстане то есть в этом году у нас будет достаточно хорошая команда из казахстана и надеюсь я уверен в этом вот и требуется студентой всех курсов в принципе даже магистратуры которые хотели бы попробовать себя ну вот как раз таки в этой сфере и я в принципе знаю что вся молодежь пытается сделать бизнес как раз таки я могу сказать что вот такой опыт даже если это один год если это пять лет это очень хороший экспириенс самое крутое то что это будет очень крутая команда в прошлом году был первый год когда казахстан был представлен на вот этой международной арене в этом году будет второй что вам дает как раз таки это стажировка в первый год это в первую очередь сиви ваш потому что я уже говорил что эта стажировка является сейчас самой сложной во всем мире вот во втором случае ну тройкой как раз таки чайлендж потому что возникает очень много проблем из работы с клиентами и ты становишься просто безумно гибким очень круто что это является все-таки таким travel компонентами за это лето был в 8 штатах и в 12 городах был на концерте beyonce и джей-зи был на концерте сэма смита ну то есть всем хочется немного попробовать эту часть американской жизни да ну вот и как раз таки организация оплачивает тебе все перелеты в разные страны в этом году она мне меня отправляет буквально там в шесть разных перелетов это будет штаты это будут будапешт в октябре уже компания плачь мне отдых недельные в египте как раз таки за определенную хорошую работу этим летом вот но естественно касательно визы на это лето это достаточно облегченный процесс получения j1 визы для студентов а в последующем вот как мне я буду собираться подавать на h1b визу я закончу свою студенческую деятельность вот чтобы переходить уже такое на full time были и касательно всех расходов которые студент берет на себя это это только визы и перелет все остальное компания покрывает сама по крайней мере на первое время да и естественно если вы студент очень хороший point для вас скорее всего это деньги которые можно заработать летом средний заработок это семи с половиной до десяти тысяч долларов за лета у нас есть очень хорошие ребята которые заработали ну мой личный заработок этим летом был 13 тысяч долларов есть ребята которые зарабатывают 25 45 и это все нормально если вы работаете там к примеру пять лет это уже 150 и там 100 тысяч долларов очень хорошие деньги вот и да ребят если у вас есть возможность просто продвигать себя как раз таки там другие страны буквально месячная стажировка недельная недельный тур по какой-то компании в которой вы бы хотели работать даже если это стоит каких-то денег это того стоит на самом деле никогда не ленитесь заниматься никогда не ленитесь летать по странам это очень круто и вот айгири меня тоже поддержит да в этом плане ребята мне кажется арслан заслуживает нереальных тут лайков спасибо да в комментариях потому что он поделился не только своей истории он поделился возможностью для вас чтобы вы могли работать точно так же как он и и получить так те тот самый классный опыт до которым за которым вы идете и мне кажется это самое самое лучшее то что было в этом интервью ребята оставайтесь с нами обязательно подписывайтесь на наш канал вы можете подать уже заявку да на рекритмент да в этой организации уже по ссылке которые указаны в описании проследите то что говорит арслан на своих уже страницах в instagram он делится больше информации своей работе своей жизни в америке мне кажется это того реально стоит это интересно и поставьте лайк обязательно прокомментируйте если у вас есть какие то вопросы я думаю я и арслан ответят на них уже здесь всем пока